Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! Продолжаем играть от родную долину, 19-я ферма. Что, в общем-то, у нас происходит на ферме? На самом деле, ничего интересного. Наша клюква, которую мы засеяли, только-только взошла. Это вот ночью это и посев был. Заводы абсолютно все вроде как работают, там ничего интересного. А цементный завод потихоньку строится, стройку которого мы запустили в прошлой серии. Строится он, кстати, быстро. 4000 литров в час, а всего 100 тысяч. Ну да, здесь в литрах стройки. По моим подсчетам, где-то в час ночи он построится. То есть завтра утром мы уже будем заниматься этим самым заводиком, уже делать тут все. Также, друзья, кстати, у меня появились новые вот такие вот конвейеры. Они чуть быстрее наполняют и подбирают прям с земли все. Не надо, в общем-то, первую вот эту штуку ставить. Я тут потихоньку, пока вот на полях все работа была, вот это вот все дело возил, заполнял. И то же самое абсолютно у нас на карьере песка. В общем, продавать я решил, что их не буду. И чтобы не было сильно читерно, по-быстрому просто, чтобы можно было заполнить склады. Как-то вот так вот. Ну, на лесопилке, друзья, у нас тут все хорошо. А камни закончились? Опаньки. Ну, камни мы закинем, камни это не проблема. Так вот, если у нас тут вроде как все обслужено, ну, практически все, ничего такого интересного не происходит, уборка не происходит, завод еще не построился, то есть вполне закономерный вопрос. А с хрена ли вообще я начал запись? А я вам отвечу на него. В этой серии, друзья, мы поставим еще несколько таких маленьких производств, которые не особо сильно нам нужны, но которые лишними не будут. И запустим их. И первое, друзья, что мы сделаем, поставим щеподробилку сюда. У нас вроде как нормально, у нас щепа производится на лесопилке, и вроде как, в принципе, ее хватает на обслуживание двух вот этих вот предприятий. Точнее, ее-то точно не хватает, но у нас был небольшой запас, когда мы деревья пилили. Но на всякий случай, чтобы не было проблем со щепой, давайте поставим. Тем более, все равно доски у нас в небольшом перерасходе, а щепа здесь делается именно из досок. Пускай и хотя бы что-то полезное будет. Вот так вот выглядит это предприятие, оно довольно маленькое. Я думаю, что мы его поставим вот прямо вот сюда, оно здесь будет хорошо смотреться, да? Да. Единственное, только триггер. Так, судя по цене, здесь неплохо так терраформинг будет работать, а вот здесь типа не будет. И вроде как автодрайву даже здесь мешать ничего не должно. Сейчас, в общем-то, посмотрим, проверим. Сдынь устанавливаем. Да, вот с этой стороны мы привозим доски, с другой стороны у нас, я так понимаю, щепа на поддонах будет? Да, щепу можно будет на поддонах доставать, но нам это неинтересно. Вот здесь вот есть в сыпучем виде, это намного интереснее. Вот, друзья, надо проложить автодрайв еще сюда на выгрузку щепы и надо его запустить. В принципе, можно его начать с запуска и автодрайв еще посмотреть, чтобы он не мешал. Скорее всего, доски в щепу будут перерабатываться довольно быстро. И мы сделаем какой-нибудь такой запас просто и прекратим это производство. Хотя, с другой стороны, можно будет все лишние доски туда просто спихивать. По-моему, это тоже неплохая идея. А чуть что потом щепу проще продавать, чем доски. Как быстро ты работаешь, расскажи мне. И какая у тебя вообще вместимость? 5000 литров в час. Обалдеть. Вместимость щепы 250 тысяч. То есть, ну, нормально все. Ману чуть что любого можно сюда будет отправить. И без проблем вот этого маленького на 270, когда производство забивается, отправляем его, он забирает и все отвозит на базу. По-моему, шикарно. Или, с другой стороны, когда надо будет обслуживание производства по переработке, производства точнее бумаги и ДСП, там у нас требуется щепа. Можно отправлять маленькую возилку, чтобы она прямо отсюда туда и заполняла все. Тоже хороший вариант. Не посмотрел, сколько влазит щепы, но не посмотрел, сколько влазит досок. Это, наверное, не самое правильное мое решение было, но сейчас посмотрим. Далековато носить поддоны, знаете ли. Не самый такой близкий путь. 50 кубов всего влазит не так много. 20 поддонов. Давайте забьем сразу все, что было. 18 поддонов забьем, потому что у нас 3 по 9 будет. И нормально пойдет. Или, с другой стороны, не мучиться. Давайте сделаем вот так. Чем их носить? И намного быстрее у нас, друзья, все получилось. Едь, в общем-то, на парковку. Да, не все поддоны попали, но сейчас-то их добавить сюда будет намного проще, чем носить их руками. В общем-то, щепа у нас производится. И это хорошо. Надо еще сюда прописать автодрайв и посмотреть, чтобы старый автодрайв не мешал. Для этого возьмем, здесь как раз вот Ман приехал на загрузку песка. Мы его на время одолжим. Тут, по большому счету, ничего сложного. Вот видите, автодрайв какой-то другого цвета. И это как-то неправильно. Значит, тут никому ничего не мешает. Это уже хорошо. Делаем небольшое ответвление, и чтобы Ман мог загружать щепу. Короче, с автодрайвом какая-то какафония вот с этими цветами. Это только на этой карте я такое замечал. Может быть, просто, что темно сейчас еще. Как бы 7 утра. Но вроде как все нормально. Ладно. Загружаю сейчас по-быстрому прицеп пескогравия. Отправляю. И идем ставить еще одно производство. Далее, друзья, еще один заводик, который я хочу расположить около нашей базы. Что он, кстати, с тростником? У нас тростник созрел. Я что-то как-то даже не посмотрел. Давайте его уберем тогда. Хотя у нас Ман занят сейчас. Ладно, сегодня у нас серия не об этом. Так вот. Я думаю, что поставим мы его вот здесь. Почему бы и нет. Это совершенно маленькое предприятие. Я говорю про сарай взрывчатых веществ. Тут из удобрений и топлива делается динамит. Или может вообще прям на базу его поставить. Давайте, правда, его куда-нибудь вот именно на базе пнем. Только надо сделать так, чтобы он никому не мешал. Например, вот здесь. Как по мне, так отличное место. Единственное, наверное, давайте тут зарисуем эту травку, уберем. Смотрите, еще какая-то и бочка типа топливная рядом находится. Так что это даже будет прилично выглядеть. Аккуратненько здесь все вокруг. Просто вот так вот чуть-чуть асфальтика сделаем. За этой штукой тоже можно немножко убрать. Во, и нормалды же, правда? Нет, друзья, все-таки я запустил сахарный тростник. Пускай убирается. Песок потом и гравийный. Чел вот этот сможет довести. Потому что ему один или два раза осталось его съездить. Так вот, наше вот это вот... А вот, кстати, и он. Наше вот это вот предприятие удобрения и дизеля. Оно в себя требует. Здесь вот так вот дверка открывается. И тут будет у нас динамит появляться. Дизеля 20 кубов надо сюда. Удобрений 20 кубов. На выходе имеем динамит. Вместимость маленькая, но там вроде как маленькие поддончики создаются. Динамит нам, друзья, понадобится для того, чтобы потом взрывать шахты, если нам это вдруг приспичит. Я на самом деле пока что так далеко не заглядываю, но на всякий случай, чтобы мы потом могли пойти поразвлекаться. Давайте это предприятие сейчас запустим. У нас есть вот такая вот бочка для дизеля. Я думаю, что автодрайв даже сюда прописывать не имеет никакого смысла. Да и вряд ли мы его будем часто заполнять. Это самое предприятие. Выгружаем сюда 20 кубов топлива. Оставшиеся 10 отправляем на камни дизель. Пускай он туда их выльет. Они там лишними точно не будут. Что-то у нас здесь. О, можно уже даже освободить прицеп удобрений. И воды, наверное, уже имеет смысл туда долить. И прицеп ила можно сюда закинуть. Как-нибудь закинем. Так вот, да, удобрений надо еще закинуть. Берем нашу GCP. Все, друг, едете, выгружаю оставшиеся удобрения на базу и паркуйся. Так вот, загрузили мы сюда вот удобрения. Вот наши канистры с топливом стоят. Производство 1 куб в час идет. Если вдруг здесь чего-то не хватит, это не проблема сюда это довести. 12 кубов динамита, они вроде бы 500 литров. То есть, 24 штуки должно будет быть. Если нет, то и нет. Как бы и хрен с ним. Все, эту дверь мы закрываем. Я сказал, дверь мы закрываем. И с этим разобрались. Автодрайв туда везти смысла нет. Что у нас здесь? У нас есть 1,890 песка, 2,600 гравия. Сейчас чел поехал за последним прицепом гравия. Потом отправим его за песком. Набьем 3 куба. 3 миллиона. Есть, друзья, еще вот такая вот штука. Здоровая. Это, друзья, золото промывающая установка. Я вот все думаю, надо ее ставить или нет. С одной стороны, конечно, золото промывать это все очень весело. С другой стороны, вроде как это золото чисто на продажу идет. То есть, смысла в этом особо нет. Сюда загружаете воду и какой-нибудь песок или ил или гравий. И оттуда, в общем, она находит золотишко. Все-таки не будем мы его ставить. Нафиг оно надо. А если вдруг оно очень сильно надо, то, в общем-то, в комментариях мне об этом напишут и это поставим. А вот такая вот, друзья, история. На этом, наверное, эту серию мы закончим. Два производства мы поставили. Вроде как все быстро и не особо много информации получилось, но как есть. В следующий раз, друзья, у нас, скорее всего, взойдет клюква. Точнее, она уже взошла. Созреет клюква. Будем ее убирать. Ну и цементный завод у нас тоже должен будет построиться к следующему утру. Будем запускать цементный завод. Ну и тростник да убирается заодно к следующему разу. Вот так вот. Так что, лайкусики, в общем-то, ставить не забываем. Пишите в ваши комментарии все, что вы думаете по поводу нашего прохождения. Если не подписаны на канал по какой-то неведомой причине, то, конечно же, подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. Или можете еще залетать на сервер в Дискорде. Там тоже анонсы всех серий. Всегда все есть. А если вам не терпится выход следующей серии, то, конечно же, на Бусти она уже, скорее всего, есть. Ссылочки на все это дело есть в описании. Ну а тем, кто уже подписан на Бусти, тем, ребята, огромное спасибо за поддержку. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки.